всем привет давно не включал телевизор включил оказывается пришло обновление media station x media station x у меня стоит на телевизоре lg вот она media station x с помощью которого мы смотрим различные фильмы обновив приложение я не смог у него войти тот сервер который был указан или как тот плейлист который был указан он не работает запуская media station x я кстати поставил настройки заново то есть как сказать резать короче сделал теперь если вы вновь запускаете приложение то предлагаю вам поставить другие настройки заходим старт в лист сетап и услуги указываем следующий плейлист ms x ms x player точка ру видите как он выглядит да то есть и нажимаем yes пожалуйста мы попадаем меню где вы видите все абсолютно приложения которые вы можете использовать настройки кстати сохраняются то есть если я нажимаю в плей можно поставить по умолчанию когда вы м и м x player запускаете по умолчанию можно запускать сразу и play и вы видите да мои настройки пожалуйста есть тут сервер сервером я на планшете была запущена сейчас планшет не работает значит придется на андроиде что-то поставить для того чтобы торрент и смотреть вы должны поставить приложение торсерф и запустить его на любом android девайсе об этом есть отдельное видео ссылочка будет вверху здесь мы не пользуемся короче вот такая вот штука если вы если вы никогда не видели это приложение вот можете посмотреть работает таким образом допустим война будущего можем посмотреть трейлер можем положить закладки торренты я говорил чтобы смотреть нужно что делать а онлайн пожалуйста можете посмотреть кстати должно быть несколько вариантов просмотра здесь почему-то один то есть несколько вариантов просмотра это значит 1080 720 480 360 это медленно как-то запускается может попробовать другой фильм что у нас там закладках есть кстати хороший сериал посмотрите обязательно хотя рейтинг удивительно 5 и 3 мне очень понравился вот видите 720 пожалуйста любой фильм может смотреть дальше не будем смотреть чтобы не было бана и все это отслеживается чем выплой мне нравится тем что во первых можно также разные учетные записи делать допустим одна учетная запись для одного члена семьи никто не портит просмотр другого то есть есть возможность у одного человека посмотреть он посмотрел эту серию заходишь свою учетную запись у смотришь если же я пришел домой то я смотрю то что я смотрю раньше то есть это этого не было вожди видеобоксе там не было первых синхронизации во вторых учетных записей никаких а виплей гораздо гораздо лучше в этом плане ну и я говорю здесь все понятно интуитивно пожалуйста можете вправо передвигаться видите да в правом углу передвигается бирочка и мы как бы двигаемся но настройки все меняются можете делать все что хотите можете вниз двигаться сейчас смотрим вкладка фильмы тоже справа смотрите вот видите этот двигается о кстати новый сериальчик хотел его заложить мне нравится как актер играет а уже уже есть он уже видимо закладывал то есть можно убрать да еще не начинал смотреть если вы смотрели расскажите как вам рейтинг у него гораздо выше вот допустим 7 и 8 чем я допустим тот который советовал только что ну короче вот пробуйте смотрите если какие-то поломки будут пишите в комментариях решим проблемы найдем еще один плейлист или еще что то надо сделать все сделаем так он выходит и в мх player должен да он выходит в мх но мх не может выйти из себя и видите да на русском языке стал плейлист именно ну короче настройки можно делать все что хотите единственно что не получилось не получилось сделать настройки разрешения телевизор 4k настройки приложения 1080 у меня на приставке дом ru ну на приставке наверно на любой можно сделать если она 4k поддерживает то есть там по крайней мере можно на 2160 пи поставить настройки но на телевизоре почему-то не удается не знаю видимо по умолчанию что-то сделано смотрите спрашивайте если видео вам было полезно ставьте лайки если что-то какие-то проблемы возникают пишите в комментариях все решим все на этом все